В целях повышения престижа рабочих профессий, выявления перспективных работников и развития наставничества, руководством Алроса было принято решение провести конкурсы профессионального мастерства. Первый по направлению электроснабжения и наладка электросистем. Более 30 специалистов оспаривали право называться лучшим по профессии. Тему продолжит Августа Степанова. В первом конкурсе профессионального мастерства среди рабочих принимают участие лучшие электромонтеры, электрослесари и электромонтажники-наладчики Мирненского, Айхальского, Удачненского, Нюрбинского комбинатов, МСШСТ, Алмаз электромонтаж, а также Макинской и Ботобинской экспедиции. Параллельно с ними участвуют и студенты Мирненского регионального технического колледжа. Чтобы понять уровень подготовки студентов МРТК по отношению к уровню подготовки наших рабочих. Ну и чтобы был принцип соревновательности, чтобы и рабочие понимали, что молодежь достаточно сейчас образованная, идет умная, подпирает их. Сначала участникам нужно было ответить на теоретические вопросы. Производственные, по охране труда и техники безопасности. Только потом выполнялись практические задания. Скорость и мастерство, лучший монтаж, аккуратность, безопасность. Вот то, что стремились показать участники конкурса. Задание, в принципе, несложное. Сборка, рельс, ну, запуск, рельсивный запуск асинфронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Материально-технической базе колледжа может позавидовать любое учебное заведение. В этом немалая заслуга акционерной компании «Алоса». Этот модульный кабинет электриков – главная гордость учреждения. Кабинет этот уже сейчас, не только как мастерская, мы раньше использовали ее только как мастерскую. Сейчас это кабинет спецдисциплин. Потому что мы перешли на модульное обучение. Непосредственно идет теоретическое и практическое ЛПЗ в одно время. По итогам двух туров конкурса почетное третье место досталось студенту МРТК Владимиру Лунину. Второй и первый результаты показали работники специализированного управления «Алмаз-электромонтаж» Василий Потапов и Алексей Перемяков. Продолжение следует...